здравствуйте все кто заглянул на мой канал в первый раз и все кто постоянно заглядывает рада вас видеть на своем канале сегодня вы увидите уже знакомую всем вам и полюбившуюся очень полюбившуюся она у меня занимает первое место среди всех стильных девчонок это урсула из германии как вы уже видите многие из вас с ней знакомы и в ваших комментариях я читала где вы писали что давно я ничего не показывала и не рассказывала о ее новинках ну а так как у нас уже закончилась весна и сегодня наступило лето всех с этим вас поздравляю то весенние образы которые вы сейчас видите заканчиваются и мы с вами посмотрим летние образы очаровательной жизнерадостной улыбчивой урсулы которая уже является представительницей 50 плюс но по ней не скажешь как была девчонкой так ею и остается а цифры это только цифры присаживайтесь поудобнее наливайте себе чего-нибудь очень приятного то чего больше всего сейчас хочется а если вы сейчас на даче то обязательно отложите грядки на чуть позже отдохните лето уже в конце концов можно себя и побаловать и будем рассматривать а что же нас урсула предпочитает носить летом каждое утро в нашем заведении начинается одинаково это уже обычай традиции я бы даже сказала ритуал вот просыпаешься ты смотришь на себя в зеркало и думаешь ой принцесса как есть принцесса нет не принцесса королевна и чем старше мы становимся тем все больше и больше мы в этом убеждаемся как мы знаем урсула предпочитает стиль кэжуал и что же мы видим в летних образах урсула конечно прежде всего в больших количествах яркие красивые платья в пол и миди а иногда и мини может себе позволить а почему бы нет но мне очень нравится костюмчики и платья конечно в пол потому что именно такие платья способны сделать женщину любую женщину женственной как вы считаете мне вот кажется так конечно нам еще очень многим хочется быть девочками девочками и носить мини но я уже отказалась от мини давно во первых исходя из данных своих физических у меня нет таких худеньких стройных ножек как у урсулы и моя задача сейчас завуалировать то что мне кажется нужно завуалировать они выставлять на показ к тому же я значительно старше урсулы поэтому мне конечно ближе платье миди и пол ну а вы уже смотрите исходя из своих данных силу известных обстоятельств очень многим из нас сейчас моря и не снились я например сейчас нахожусь в средней полосе россии в санкт-петербурге единственное место куда я могла бы выйти в шортиках или в мини юбочки это наверное дачный огород это для этого должна быть очень жаркая погода а сейчас питере 7 градусов тепла не до шорт а 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 Всегда, девочки, мне очень нравился вот такой сиреневый цвет. Ну, когда-то даже и более темные тона, фиолетовые нравились. У меня было даже платьев несколько, которые я очень любила носить именно таких цветов. Потом я услышала, что это цвет одиночества и как-то перестала носить. Но я до сих пор люблю этот цвет и не верю ни в какие предрассудки уже давным-давно. Посмотрите, какая красота. Это просто необыкновенное сочетание цветов. Такая красивая верхняя блузка с сиреневой юбкой. Очень красивая. Похоже, что Урсула тоже не верит никаким предрассудкам. Она с удовольствием носит сиреневые тона, как, впрочем, и фиолетовые, несмотря на то, что она совсем недавно вышла замуж и не боится остаться одинокой. Кстати, я где-то прочитала, что нельзя свадебное платье себе шить с оттенками сиреневого цвета, что проживете якобы недолго со своим мужем. Ну, вот такие вот, как я считаю, предрассудки выдумывают сами же люди зачем-то. КОНЕЦ КОНЕЦ Не знаю, как вам, но думаю, что многим, так же, как и мне, очень нравится вот такой серый цвет. Я бы даже сказала серебристо-серый. Может быть, кому-то из вас покажется, что это стальной или цвет сухого асфальта, может быть, еще какой-то. Стала смотреть оттенки серого, 50 оттенков серого, там вообще, можно сказать, каких только оттенков не встретишь. Есть французский серый, например, и отличить, чем он отличается от другого национального какого-то серого, мне лично не представляется. Я думаю, что вот это сочетание с белым горохом, это настолько богато смотрится. Все те, кто любит серебро, ну, кто-то любит золото, а кто-то серебро, и все время носит только серебро. Я же с некоторых пор вообще не ношу. Мне ближе, в принципе, было золото, серебра у меня как такового и не было, но я и золото не ношу. Ношу бижутерию. Так вот, я думаю, все, кто любит серебро, всем очень нравится вот такой оттенок серебристо-серого цвета. Это всегда смотрится очень богато, и особенно, если это шелк. Он еще и вдобавок переливается. Серый, как вы знаете, сочетается с очень многими цветами, но в данном случае вы прекрасно видели, что он сочетается с белым, с белой кофтой сверху надетой и также с крупными белыми горохами, которые являются украшением блузки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Всем девочкам, которые мне пишут о том, что вещи-то очень дорогие, и поэтому они качественные, поэтому они так смотрятся. А я вам хочу сказать, что независимо от цены, хотя, конечно, это немаловажно, потому что мы привыкли к тому, что цена соответствует качеству. Но сейчас я, знаете, вижу очень много дорогих вещей, которые совершенно не соответствуют качеству, голимая какая-то синтетика, но из-за того, что там написано волшебное имя какого-либо бренда, цена стоит запредельная. Такое тоже бывает. И все те, кто увидел, как я показывала, витрины Невского проспекта в центре Санкт-Петербурга, очень известных фирм, которые я сейчас не буду даже называть, дабы не рекламировать их, какие страшные, не побоюсь этого слова, были представлены новой коллекцией. Это ужас ужасный. Но можно быть стильной и очень задешево. И я вам это докажу. Например, в сентябре, когда заканчивается сезон, я покупаю на распродажах летние платья. Ну, так, во всяком случае, я поступила в прошлом году, будучи в Санкт-Петербурге. И за 500 рублей я смогла купить платьицы летние. 100% хлопок производства Иванова. Конечно, мне не пришлось их носить, потому что это было уже сентябрь месяц, уже похолодание, и они у меня остались на этот год. Но в этом году я приехала, и на лето я обнаружила, как находку эти платьицы дешевые. Я обязательно в ближайшее время постараюсь сделать примерку, и вы увидите, что платье нисколько не хуже. Но вот так вот дешево стоит. То есть, если вы хотите приобрести себе более дешево, то покупайте на распродажах, когда уже сезон заканчивается. Вы же не супермодные, чтобы последнюю модель и только последнюю модель носить. Правильно? Правильно. Мы покупаем вещи, которые могут нам служить ни год, ни два. Если эта вещь вам понравилась, она вам идет, она на вас прекрасно сидит, то независимо от того, в каком году она выпущена, берите, пригодится. Продолжение следует... Надеюсь, что вам понравились летние образы, новые от Урсулы, и вы напишите свои комментарии, которые я, как всегда, буду ждать от вас с нетерпением. Давайте общаться. Сейчас лето, и я прекрасно понимаю, что у вас сады, огороды и много других забот, проблем. А у кого-то и отпуск, кто-то просто отдыхает и ничего не смотрит. Но я все-таки буду вас просить, что если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Пусть и еще кто-нибудь увидит прекрасную Урсулу категории 50+, из Германии, и ее новые образы летние. Возможно, что-то вам понравится, пригодится, и вы повторите подобный образ. Если вы попали на мой канал впервые, и если вам тоже понравилось, то не забудьте подписаться и нажимайте на колокольчик. Выбирайте один из трех предложенных вариантов. Мне бы очень хотелось, чтобы это был самый верхний. Предпочтение всем видео. И тогда вы будете видеть все мои видео без пропуска. Они будут очень интересны. Во-первых, я вам обещаю новое преображение от Мади Бигдаира, от волшебника, который превращает любую женщину в красавицу. И эта история будет о том, как моя подписчица, которая увидела на моем канале преображение от Мади Бигдаира, оказалась настолько заинтересованной и смелой женщиной, что просто села в самолет, да не в один, и отправилась из Канады прямо в Алма-Ату к Мади Бигдаиру и отдалась в его волшебные руки. Что из этого получилось, вы увидите в следующем видео. А всем тем, кто еще не знаком, не знает этого стилиста, я рекомендую обязательно зайти в плейлисты, найти эти видео о его преобразованиях, не пожалеете. Пока я вам делаю анонс о новых видео, которые должны выйти на моем канале, обратите внимание на совет, лайфхак от Урсулы, как сделать так, чтобы рубашка у вас была короче. Вот такой интересный совет. Также будет видео о новых прекрасных работах в стиле Бора от Ольги из Беларуси, которую я вам давно обещала. Ну, сами понимаете, лето, а тем более я сейчас нахожусь в России, и времени здесь совершенно ни на что не хватает. Будет интересное видео о самом лучшем ресторане в Санкт-Петербурге. Это не мое мнение, хотя мое мнение совпадает с мнением экспертов, но этот ресторан, которым я вам сделаю видео, он действительно является самым лучшим в Санкт-Петербурге. Так что вас ждет много интересного, не забывайте подписываться. Хорошей во всем погоды, потому что сейчас такая холодрыга в Санкт-Петербурге, что летом даже и не пахнет. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. Пусть у вас все-все-все будет хорошо, включая лето. Пусть исполняются все ваши мечты и пожелания. И мирного неба нам всем над головой как можно быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok